Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Перед ним раскрытая книга на фото. Жизнь и труды святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Вверху рисунок и перечень вид Антиохии, родины святого Иоанна Златоуста. Святой Иоанн, получивший за свое духовное красноречие имя Златоустого, принадлежит к сонму тех великих церковных святил, которые украшали собой духовное небо Святой Вселенской Церкви в IV веке по Рождестве Христовом. Это был век замечательный во всех отношениях. Святая Церковь, пережив страшные времена гонений, когда все силы зла вооружались против нее, чтобы сокрушить ее и стереть с лица земли, наконец восторжествовала над ними, и на престоле римских императоров воссели ее сыны, которые воздали должную дань чести своей Святой Матери. Но с достижением внешнего господства в мире еще не закончилась внутренняя борьба с отживавшими силами язычества. Напротив, чувствуя приближение своей полной гибели, язычество напрягало все свои силы, чтобы, если не открыто, то тайно подрывать христианство. И так как массы народа еще коснели в языческом заблуждении, то усилия язычества не оставались бесплодными. В народах происходило необычайное движение умов, так как они не могли уже не понимать светозарной истины христианства. Но в то же время еще опутаны были сетями языческих обычаев и нравов, проникавших ядом суеверия, заблуждения и растления всю их жизнь. Пользуясь этим неопределившимся состоянием, многие уже учители находили для себя восприимчивые почвы среди народа и успешно сеяли семена ересей и заблуждений, которые по временам гордо поднимали голову, угрожая самому существованию Христовой истины. Так одна из опаснейших ересей, именно Арианская, одно время едва не заполнила весь Восток и получила господство даже в самой столице его, Царьграде. Так что православные имели себе убежище только в одной домовой церкви, а все другие храмы осквернялись богохульственными гимнами Ария. Но не ложно обетование божественного основателя и главы церкви, что и врата ада не одолеют ее. Когда буря еретического заблуждения достигла наивысшей силы и угрожала поглотить корабль церкви, во главе ее явился целый ряд великих кормчих, которые, обладая необычайными дарованиями, мужественно провели вверенный им корабль среди всех подводных камней и яростных треволнений, и навсегда укрепили его в тихой пристани на несокрушимом якоре истины православия. Среди таких кормчих особенно прославились четыре великих мужа, имена которых, как светило, блистают на страницах летописей святой церкви. Это были святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, самые названия которых навсегда сделали символом духовного величия. Каждый из них по силе своего высокого дарования послужил святой церкви, и все они доселе чтутся как святые вселенские учителя, озарившие вселенную светом своего православного учения. Но и среди них особенно дивен был по богатству и разнообразию своих духовных дарований святой Иоанн, учение которого просвещало вселенную, вдохновенное слово жгло сердца людей, а жизнь, исполненная трудово испытанием, сделалась неистощимым источником назиданий и укрепления для всех воинов Христовых, подвязающихся на поле духовной брани против мрачных сил злобы, тьмы и заблуждения.